Вся рабочая техника отключена. Бумаги, книги и личные вещи упакованы. Сотрудники газеты «Видновские вести» готовы к переезду. Осталось в последний раз взглянуть на родные стены, снять табличку, гласящую о том, что на протяжении многих лет здесь находилась редакция, и продолжить творить историю районного издания в более комфортных условиях. Именно в этом здании по адресу «Школьная, 70» редакция «Видновских вестей» располагалась с 1975 года. И вот, наконец, сегодня настал тот день, когда газета переезжает на новое место. Теперь газета будет располагаться в том же здании, где и наш телеканал. Для двух редакций, телевизионной и печатной, это удобно, ведь многие информационные материалы делаются совместно. Просторное, только что отремонтированное помещение располагает к труду на еще более высоком уровне. Сотрудники газеты со стажем воспринимают переезд как новый этап в работе. Мы давно собирались переехать на эту площадку, так как здесь великолепное помещение, хорошие комнаты, светлые, просторные окна. Поэтому мы надеемся, что отдача от нас в этом помещении будет больше. Смело можно сказать, что у газеты «Видновские вести», которая в этом году перешагнула 85-летний рубеж, начинается очередной творческий цикл. Помимо нового помещения у районного издания и новый главный редактор – Светлана Благова. Ее жизнь связана с газетой уже 20 лет, когда она устроилась сюда на работу, будучи студенткой журфака МГУ. И теперь под ее руководством, как только первая техника на новом месте была подключена, все сразу принялись готовить очередной номер к печати. Пока осматриваемся. Первое впечатление очень хорошее. Светлое помещение, приятные стены, колор. Ну, будем обживаться. Мне понравилось. Мы приехали сюда тоже с большими надеждами. Во-первых, очень приятно то, что здание новое, свежее, с прекрасным ремонтом. Я думаю, что все говорит за то, чтобы здесь работалось так же хорошо, интересно. Переезд прошел плавно, практически без отрыва от производства. Ведь уже сегодня в свет вышел свежий выпуск «Видновских вестей». Дмитрий Книга, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.